Песня 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 Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу, Спасителю. И Христос Он в нас, и Он посреди нас, и Он собрал нас сегодня здесь. Я впервые в вашем собрании, в первом раз в вашем городе, в вашем поселке. И прошаблыкино я слышал много раз, но ни разу не бывал. Но вот Господь усмотрел, и очень рад, что это праздник, на праздник Жатвы. Знаете, на самом деле, я думаю, что, не то что думаю, я это знаю даже из Писания. Что Жатва, на самом деле, это кончина века, да? И, как эта молитва сестра сказала, это из Писания. И я знаю, что однажды Господь нас вот так вот пожмет, и хочется прийти к Нему не с пустыми руками, не пустосветом каким-то, знаете ли. И Господа за все хочу поблагодарить, хочу поделиться сегодня Словом Божьим, и из Ветхого, и из Нового Завета. Недаром это сравнивается на самом деле, Слово Божье сравнивается с хлебом, потому как мы должны не только хлеб физически принимать, питаться физически, но и духовный этот хлеб. И когда Сатана искушал Иисуса, чтобы он сделал хлебы из камней, он сказал, что не хлебом едино будет жить человек, это из Библии цитата, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Божьим Словом. И без этого Слова мы действительно задыхаемся, мы умираем, мы превращаемся в ничто, но с этим Божьим Словом мы оживаем, мы воскрешаемся. Слава Богу. И большого всем привет от нашей Церкви, в самом начале, чтобы не забыть, от реформаторской православной Церкви Христа Спасителя, от наших братьев, сестер. Я приехал один сегодня, но вообще-то был план привести с собой детей, старших, по крайней мере, но Бог усмотрит, если увидимся еще и с семьей всей. У меня супруга, у нас с ней шестеро детишек, Господь дал славу Богу, тоже некоторые будут, знаете ли, и хочется также в молитве, как вот уже звучало сегодня, хорошие молитвы звучали, и я тоже с ними солидарен, чтобы дети наши тоже знали Господа, чтобы они были верующими, чтобы они тоже однажды, как пред Богом, знаете ли, тоже были с плодами. И хочу начать сегодня вот с чтения, да и поздравлений, конечно, примите тоже, и от нашей Церкви, потому что примерно в это же самое время, недели позже, недели раньше, в наших церквях тоже совершают этот же праздник, как раз благодарим Бога за урожай плодов земных, благодарим Бога за милость Его, за то, что Он нам дает жизнь и дыхание, и все, хлеб из земли, и все наши плоды земные. И я хочу начать читать из книги «Второзаконие», восьмая глава. Книга «Второзаконие», как мы ее называем, эта книга, она как раз перед тем, да, буквально перед тем, как народ Израиля, и не только, конечно, евреи, но и все те, кто вышли из Египта, накануне их входа уже в землю обещанную, которую Господь обещал дать Авраму, Исааку, Якову, патриархам, землю Израиля, и перед тем «Второзаконие». Знаете, как говорят в России, «Повторение в отвлечении». В этой книге, в принципе, очень много очень повторяется, то, что Бог говорил и ранее, в прежних книгах. Но почему повторение, эта книга, можно так ее назвать, книга повторения, почему Он вновь и вновь повторял? Потому как время было очень ответственное. Одно дело, в пустыне, когда был Израиль и те из разных народов, что вышли из Египта, другое дело, когда они входили в землю Израиля, входили в землю новую. И это очень ответственно было. И вот здесь говорится в восьмой главе. Я хочу прочесть несколько стихов из восьмой главы. Седьмое стиха и далее, там, по тексту. Восьмая глава, второзаконие, седьмого стиха и далее. «Ибо Господь, Бог твой...» Нет, перед тем, шестой стих. «Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и горы. В землю, где пшевлица, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья. В землю, где масличные деревья и мед. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни, железы и с гор будешь им сикать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благоставляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много. То смотри, чтобы не надмивало сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, мосибийские скорпионы и места сухие, где нет воды. Который источил тебе источник воды из скалы гранитной. Питал тебя в пустыне манную, которую не знал и отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость, руки мои приобрела мне богатство это. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвую утвердил отцам твоим. Аминь. Вот этот текст хочу как раз в самом начале для всех вас напомнить. И для себя самого, и для всего собрания гостей, для церкви. Потому как, когда мы благодарим Бога за урожай, благодарим Бога за все, конечно, благодарим Бога за жизнь. Мы, как верующие люди, перед тем, как даже принимают пищу, мы благодарим Бога за хлеб наш насущный. Принимаем с благодарением, конечно, все это мы. И вы знаете ли, если человек неверующий, он, как правило, считает, что это все его рука приобрела. Это все его здоровье, это все его сила. Человек неверующий обычно все списывает на хорошее совпадение в природе. Дожди вовремя, вот так совпало так вот хорошо в этом году. Было тепло, были дожди. Ну, как бы так, и мы так постарались, не ленились. Вот как бы, и вот у нас все есть на столе. И хлеб, и до хлеба, и все у нас есть. Но верующие люди знают, что на самом-то деле всему и поливающий, и насаждающий, есть такое дальше страшное слово такое, ничто. Вот это звучит, конечно, так немного для неверующих людей, это вообще звучит как бы, как ножом по сердцу. Как бы ничто. Мы поливали, насаждали, и вдруг ничто. А вот так, ничто. И поливающий, и насаждающий, ничто. А что же все? Кто же все? Бог, взращающий, возвращающий. Бог, тот, кем мы живем, и движемся, и существуем. Тот, который дает дыхание, и жизнь, и все. И, знаете ли, конечно, каждый человек по-своему обращается к Богу. Каждый, как-то, ну, атеистов, вот таких стопроцентных атеистов, не тех, которые о себе говорят, что они атеисты, а вот по-настоящему атеистов их очень мало. Вот, как Федор Михайлович Настоевский писал-то, что абсолютный атеист, либо это абсолютный идиот, либо абсолютный негодяй. А вот, а все остальные люди во что-то верят все-таки, как бы, значит, то есть, вот, и не как Евтушенко, великий поэт русский, он сказал, интересно, у него есть одно из ранних стихотворений, там есть такие слова у него есть, в окопах атеистов нет. Это правда. Знаете ли, и я в свое время, в 91-м году, ну, я тогда еще служил священником в традиционной православной нужной церкви, не реформаторской, не обновленческой, я был традиционным православным священнослужителем. Мой старш-турновой православный церкви начался в начале 88-го года, и чтецом был, ипотиаконом, ипотиаконом. В 91-м году стал священником. И вот здесь, кстати, вот неподалеку в Орле, начинался мой путь. Я родился в Поволжье, но детство и юность мои прошли в Орле. Так что, про Шабутина я много раз слышал, я поэтому и говорю, что для меня это как бы название-то такие насквыку. Просто как бы не бывало ни разу, не доводилось ранее. Вот, хотя неподалеку, здесь вот у меня друзья есть, в Крамах я бывал часто, вот, у меня там товарищ мой по училищу художественному, я еще и художник по специальности, в Уцифовном мой. Вот, в Орловском училище, художественном училище, мы с неблагодарю ждем, он художник, хороший художник, очень хороший мастер. И вы знаете, так вот, и когда в 91-м году, 92-м году молодым священникам совсем еще я исповедовал, так получалось, стариков, ветеранов, умирающих, некоторые умирали буквально вот через день, через два после этой исповеди. Был случай, что на моих руках человек ушел, вечный стержень. Вот, и один раз я был свидетелем исповеди одной женщины, которая всю жизнь была атеисткой, и она больше этого не просто была атеисткой, она была преподавателем марсистской ленской философии много лет, имела степень научную в этой науке, как бы, ложную науку на самом деле. Вот, доказывая миру, что Бога нет. Вот, и вы знаете ли, у нее, не помню сейчас, четверо, помню, детей. Вот, трое из них вышли очень так хорошо в люди. Один из них был директором одного из предприятий в Больших Москве, другой в Рязани был, большого комбината директора. То есть, как бы, ну, такие серьезные люди ее дети были. И она сама, женщина, очень серьезная такая. И вы знаете ли, дети были шокированы. Когда умирала их мама, она попросила, значит, чтобы привезли аюракси очень быстро. Знаете ли, на глазах буквально. Значит, и она попросила священника привезти. Дети потом мне рассказывали, они приехали, серьезные взрослые люди, знаете ли, приехали, значит, и рассказывали, один из них рассказал так, как раз он с Москвы, где это комбинат, это предприятие было. Что говорит, значит, вот то, что мы ожидали услышать, но этого никто не ожидал услышать. Чтобы попросить священника привезти к умирающей маме. Всю жизнь атеистка, при том, они знали, какая атеистка это. Она учила тех, кто будет учить атеизму, будем договориться. И вы знаете ли, я был свидетелем ее исповеди. Это был урок жизни для меня, просто урок жизни. У меня, слава мне, не кошка, но так мне от моей шерсти его поднялось. Атеистка, видите, просто. Потому что, значит, знаете ли, понимаете ли, я слышал слова, которые она говорила Богу, я понимал, что она сейчас говорит Богу, она хотела, чтобы священник побывал рядом с ней и помолился за нее. И вы знаете ли, эта женщина, она каялась в том, что она всю жизнь боролась с Богом, хотя понимала, глубоко внутри где-то, еще с детства, у нее родители были верующие. Она с детства понимала, что Бог где-то есть. И она боялась этого, и сама себе это не боялась даже признать. И она, по сути, воевала всю жизнь сама с собой и воевала с Богом. Представляете? И вот, но слава Богу, что она вот уже умирает, а врачи сказали, все, день-два и, как бы, значит, ее не будет. Значит, метастазы по всему телу пошли, значит, и, в общем-то, она была очень плохая, наркотики эти не действовали, препараты эти, потому что боль была такая, что она стонала даже с препаратами этими. И, ну, тело отстаивалось от кости даже. ну, страшная вообще история. И представляете? Значит, и я был свидетелем, что она не стонала, она уже не жаловалась на болячку свою, на болезнь, что умирает. Вот, не страх перед смертью, а вот страх, что она всю жизнь боролась с Богом. Вот это было у нее. Знаете, вот она каялась, просила Бога прощения. Я, конечно, сам там чуть не разглядался, просто еле себя сдерживал, еле себя сдерживал просто. Вот, и, значит, и помолились мы с ней, помолился я за эту душу. И, знаете, вот было чудо, конечно, пусть маленькое, но для меня это было не маленькое чудо, для семьи это было не маленькое чудо. Вот, она еще прожила где-то месяц, чуть больше, наверное, прожила еще после этого. И прожила без обезболивающих. То есть, ей не делали обезболивающих, она попросила не делать, потому что, значит, мало того, что не помогали, но у нее боли прошли. Она перестала считать боль И умерла тихо, мирно, настолько тихо А потом приехали дети ее Приехали снова ко мне Я служил туда в Борисовецком соборе в Лязани И приехали и попросили Она умирая попросила Чтобы тот самый священник приехал И отпевал меня, проводил последний путь И вы знаете, я был на этом похоронном служении Со мной была одна женщина Она не монашка, но как бы В соборе При соборе жила и служила там Вот, и вы знаете Ну, пожилая уже женщина Всю жизнь она в храме Всю жизнь она вдова И она как та самая Анна Из Ивана Вот, она всю жизнь постом молитвы Только там при храме служила И вот, и знаете, что Эта женщина, она, значит Мне потом, а я думаю, надо же Либо мне показалось так Но она мне эта женщина подтвердила Мои как бы вот эти вот Ну, как бы переживания Она говорит, сколько я была на похоронах Тысячи людей хоронила Ну, никогда не было вот такого радостного Такого состояния, какого-то Такого мира, такого Вот, как на тех похоронах Вы знаете ли, слава Богу, что Человек вот примирился с Богом Но больно от того, что Как много людей уходят с этой земли Не пережив встречи с Ним Не дай Бог никому уйти с этой земли Не пережив с Ним встречи Я испытал нечто в своей жизни Тоже хочу об этом тоже свидетельствовать Потому что жертва, сама жертва Сама тема эта Она толкает любого, наверное, проповедника Как раз к тому, чтобы Вот, сказать о том, что мы однажды Пред Богом пристанем И, так вот И я однажды опозорился Пред Господом Очень, ну, я так Считаю, что опозорился Очень сильно Потому что я не знал вообще Даже о его существовании раньше Я вырос в семье атеистов Притом глубоко убежденных атеистов И, значит, дедушка-бабушка Моим были атеистами Такими очень жесткими атеистами И, вы знаете, слава Богу, что Вот В неполнох 13 лет Будучи подростком Вот, я пережил Вот тогда чудо Первую вот с Ним встречу Самую незабываемую Есть много разных встреч у нас С Господом Но, вы знаете ли, самая первая Всегда самая незабываемая Она Ее ничто не заткнет Эту встречу И я пережил ее в экстремальных условиях Я умирал Я умер тогда от пневмонии Двусторонняя пневмония Воспаление легких Вот И врачи не смогли ничего сделать И оказался Но, знаете ли, Бог был милостив ко мне Тогда И Он дал Вот я стою перед вами сейчас Слава Богу И я вернулся Снова в тело Я пережил то, что Выход из тела И снова заход в тело Возвращение Вот Вдобавок еще было Исцеление Таким Как бы Подарком от Него Но самое великое чудо Не это даже Самое великое чудо Что Он меня это простил Знаете, я просил прощения Я не знаю как Не знаю Но Я просил прощения Я знал, что это Бог Что я перед Богом Мне казалось Я самый плохой мальчик Что хуже мне никого не было на земле вообще Что хуже мне никого не было Вот Мне казалось так Тогда Хотя чисто по-человечески Нормальный подросток Как бы так часто рассуждают Как бы Не знаю Но там совсем по-другому Смотришь Абсолютно Нет, так было И неприятно И Вообще Позорно Представьте Представьте Еще буквально секунду Перед тем Я не знал вообще Даже о Его существовании Насколько глупо себя чувствовал Вот И Вы знаете ли Друзья Прошли годы Я сегодня Благодарю Я сегодня благодарю Бога Дети Придем и болезни, при всех несчастьях и несчастьях, должны мы благодарить Бога, знать Его и веровать в Него, бояться Его и благодарить Его за все. Я вот и глубоко убежден. Писание учит этому, и моя убежденность на оставание у этого как раз слова. И Он дает нам силу, дыхание, все. Мы живем и движемся, и существуем. И когда апостол Павел написал свое послание, одно из посланий своих, я хочу из Нового Завета прочесть несколько строк тоже, и вот одно из таких посланий, которые мне очень дорогие, как бы, ну у всех есть свои какие-то особые строки из Писания, дорогие ему, его сердца. Вот первое послание к Тимофею, есть строки, которые мне очень дорогие по жизни, особенно с 96-го года, когда эти слова мне особенным образом открылись. Тогда я, будучи священником традиционно еще в православной русской церкви, для себя эти слова, ну, пережил. Я их пережил в своей жизни. И это вторая глава, первая Тимофея, вторая глава, пятый стих, я имею в виду сейчас, вот стих, который пережил тогда, где говорится «Един Бог, ибо един Бог, един посредний между Богом и человеком». Знаете ли, я это очень сильно пережил в своей жизни, потому как тогда мое христианство, к сожалению, было наполнено другими представлениями совершенно. То есть, я знал, что Бог есть, безусловно, и веровал, и боялся Его, но, знаете ли, моя молитвенная жизнь, она была настолько не библейская, настолько она была пестрой, разнообразной такой, нецелобудренная совершенно. Я знал, что един Бог, но посредников, в моем понимании, были тысячи просто. Ну, десятки были любимых, особенно любимых посредников, в том числе и Святая Мать, которая как раз сестра прочитала стихотворение, Марии, Матери Иисуса Христа, я называл ее тогда Богородицей, и Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Нина, святая Минос, покровительница Иверия Грузии, другие были некоторые святые, Патеремон, мученик, другие. Был целый набор таких святых, если так можно выразиться. Десятки излюбленных святых, сотни менее, не то, что любимых, но как бы менее знакомых для меня, менее близких моему сердцу святых. Но тоже я им обращался, тоже молился, и в своем храме, где был настоятель, я тоже пел там, все святые, молите Бога нас, святая там такая, молите Бога нас. Но, вы знаете ли, в 96-м, до 96-м я так молился, но в 96-м вот это слово, оно как ножом по сердцу, знаете, вот так резануло. Оно порой на самом деле бывает острее меча, острее меча даже, любого обоюду острого. Это действительно очень серьезное слово. Оно любой, любой стих из Библии такой, просто, знаете ли, как вот ножи, да, порой. Вот у некоторых дома там десятки ножей, один тупеет другого. Значит, и как бы трудно найти хороший нож, да, допустим, что-то порезать. Вот, и я был вот недавно у одного из священников, отец Владимир, у него там любитель ножей, он все остренькие такие, затачивает их, значит, и есть там любимый нож такой, вот, я им вообще все режу. Вот, дорогой Сталин. Но вы знаете ли, вот, любое слово, любой стих из Библии, он может быть таким острым, что разрежет тебя буквально пополам. Как вот знаменитая вот эта сабля, Гурда, называлась она, да, в Грузии? Ну, вообще, на Кавказе, Гурда. Секрет стали хранился из поколения в поколение. Настолько удивительная сталь, что даже знаменитая дамасская сталь, она, как бы, ну, сдавала свои позиции, значит. И всадник с этой Гурдой, он был, по сути, непобедимый, ну, разрубала всадника доспеха пополам, значит, до самого седла, значит, эта сталь. Невероятно острая, невероятно сильная сталь. Значит, и так вот и ушел в небытие с последними мастерами этой сабли, рецепт Гурды исчез. Но, я знаю, острее всякой Гурды, острее всякого меча, всякой сабли Божьего слова. Но почему оно иногда тут такое тупое, ну, если для нас, вот, как тот нож тупой, допустим. Почему иногда Божье слово, оно, как бы, не режет так, да? Значит, здесь уже вопрос в нашем взаимодействии, да? Вот, значит, вопрос нашего сердца, вопрос, ну, как бы, наш, в нашем отношении к нему. И когда мы молимся, вот, обратите внимание, когда Ефесянам Павел пишет об оружии христианского воина, да? Он христианина. Он пишет, возьмите меч духовный, который есть Слово Божье. И дальше говорится о молитве. Всякой молитвы молитесь, во всяком времени. Вы знаете, что без молитвы, без общения с Богом, Божье слово, оно не такое острое. Но чем ты больше проводишь время в молитве, в общении с Богом, тем это слово все острее и острее. И однажды он может себя так обрезать, так отрезать, но оно отрезает лишь ненужное, на самом-то деле. И оно не причиняет нам смертельную такую для нас, оно, знаете, как бы, скорее сравнить его со скальпием хирурга, можно даже, в нашу поясу. То есть он не против нас, это слово, оно за нас. И вот, ну, для меня это был, вот, один из стихов, который для меня открылся в 96-м, ну, это вот как раз вот из первого послания Тимофея, вторая глава, пятый стих, что ибо един Бог, един посредник. И оно как обрезало, настолько сильно обрезало, что буквально через там несколько недель я уже не мог, даже вот у меня язык не шевелился уже, молиться кому-то еще. Зачем? То есть, до того я себя молился, молился, кому только не молился. А здесь мой язык уже не шевелился, я не мог молиться никому, ну, в молении, ну, личной, индивидуальной молитве. Открываем молитвословку, я не могу читать эти молитвы. Зачем? Для чего? Ангелу-хранителю молиться. Зачем молиться мне, какому-то из святых? Господь сейчас здесь, ибо един Бог, един посредник, между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Одному священнику я это рассказал, тоже тогда он был настоятелем храма, ну, неподалеку тоже, в нашем благочинии. И он говорит, ну, это Павел написал апостол. Говорю, хорошо, Павел, если я, хорошо, но я не согласен, конечно, я верю, что это Божье слово, это Бог вновь на веру написание. Но если Павел не указ, а, говорю, а Иисус Христос указ, и вот слова Христа я привел тогда, 14 глава, Иоанна, 6 стих, помните, да? Я есть путь, истина и жизнь. И он дальше подчеркивает, как будто специально для нас подчеркивает, никто не приходит к отцу, говорит, а только лишь через меня. То есть все, он не говорит это, только лишь, знаете ли, это не только он написал для вакцистов, не только для протестантов, это для всех. И если бы это было бы так, допустим, Иисус сказал, вот для баптистов я вот это говорю слово, вот, хорошо, но дальше, допустим, и для православных, ну, также через мою маму, допустим, через мои друзья апостолов, через других иже, не-не-не, ни в коем разе. Это для всех говорится слово. Поэтому, знаете ли, это не только лишь для вашей церкви, это для всех христиан, на все века. И в этом я глубоко убежден. Так вот, и он пишет, Павел пишет, вторая глава, «Итак, прошу, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, ходатайства, благодарения за всех людей». Представьте, за всех, он не говорит только за верующих, за всех людей. И сегодня, вот, в праздник такой, День Жаджи, хочется Бога поблагодарить за всех. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, конечно, писем, да? Интересно очень даже. Молиться, ну, там написано, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить там жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии, чистоте, ибо это хорошо и угодно, спасите нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и, говорит дальше, достигли познания истины. А дальше, вот, как кульминационно читают, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Аминь». Вот, знаете ли, сам Иисус Христос стал великим первосвященником, который за нас вошел во святое святых, во святое святых, не храм Иерусалимского, а самое небо. Потому что Иерусалимский храм, он был построен по образу небесного. Он был лишь, как вот, изображение, как фотография, лишь как бы, как вот можно сравнить, я это обычно сравниваю у себя в церкви, знаете, когда рассказываю об этом, сравниваю вот, игра, есть игра, да, дочки-матери. Девочки играют в дочки-матери, да, у них куклы всякие, вот, они их наряжают, они их там, ну, веренки меняют, там, значит, там, нянчают, песни поют, то есть, нянчаются. Ну, что такое? Это дочка-матери. Но однажды эта девочка подрастает, она уже становится взрослой уже, однажды она рожает настоящего ребенка уже, и уже не играет дочке-матери, а уже с настоящей реалькой уже ходит уже, уже, да, и нянчится. Вот, и вот так же можно сравнить то, что было, как мы говорим это в Ветхом Завете, да, это можно сравнить как бы дочке-матери еще. Это еще не было настоящее, это было еще как бы подготовка как лишь еще. Да, похоже на настоящее, очень похоже, но не тоже совсем. Потому что настоящее наступило в благодати и истина через Иисуса Христа. Потому что настоящее, правдочное, уже не по-нарошку, а по-правдочному, началось всегда вот с момента того, как Иисус Христос за всех нас в самое небо зашел и однажды и навсегда приобрел, что искупление вечное. И вот однажды и навсегда он совершил это великое жертвопоношение. И знаете ли, благодарить Бога за всех надо и молиться за всех. И сегодня за всех, кто живет в Шаблыкинском районе, за всех, кто живет в Ордовской области, за всех, кто живет в России, за всех, кто живет по всему миру, благодарим Бога. За тех, кто не знает, кого благодарить. За тех, кто думает, что его рука, его сила дала ему возможность приобрести этот урожай, богатство, это заработа, деньги. Нет. Они еще не знают Бога, но мы за них еще благодарим Бога. Почему? Потому что Бог посылает дождь и на праведное, и на неправедное. Его солнце всем светит, и злым, и добрым людям. И его дождь падает и на тех, кто знает его, и на тех, кто его еще не знает, или даже не хочет знать. Бог очень добр, он благ, он хочет всех спасти. И по своей милости он даже самому укверкому, самому ожесточенному грешнику дает все равно и милость свою, и благодать свою, дает ему возможность и приобретать все, и работать, и мы живем, и движемся, и существуем. Просто, когда приходим к нему, когда переживаем его благодать, мы понимаем, что все это было на самом деле от него. Все это его. И сама земля его, и жизнь его, да и мы, собственно, мы не сами по себе, ни из, знаете ли, ни от обезьян, ни от омек каких-то, эволюционировали. Вот. Ни жертва жестокого эксперимента инопланетян, ни что-то еще. Мы знаем, что мы созданы великим творцом, великим Богом. И вы знаете, друзья, сегодня, кстати, сегодня по календарю какой, 28, да? 28 сентября и, значит, 2050 год, да? 28 сентября. Есть еще календарь библейский, я так скользко об этом расскажу. Обычно мы в Библии на это внимание мало обращаем, я это знаю, ну, общаюсь с разными христианами. Обычно мы из библиистов в календарях вспоминаем, ну, в том числе, наверное, Ниссан, чаще всего. Вспоминаем месяц Ниссан, потому что это праздник всех праздников, Пасха, да? В полунии, как раз, месяца Ниссан, с 14 на 15 Ниссана, как раз, совершился великий исход. Начало великого исхода из Египта в землю Израиля. И вот великое чудо, слава Богу, за этот месяц Ниссан, есть другие месяцы. Вот сейчас, если от Ниссана считать, в нем и календаре, то сейчас седьмой месяц. И в 23 главе Левит как раз рассказывается о седьмом месяце, о празднике труб, праздник шафаров, праздник трубного звука, который был вот в эти дни. Сегодня четвертое число этого нового лунного календаря месяц Тиширей называется Тиширей. В Библии, в русской Библии не переведено. Это название просто седьмой месяц написано. И в начале седьмого месяца было сказано к Левитам в предыдущей чтении в 23 главе говорится о празднике трубного звука, праздник шафаров, праздник трубы. И праздник трубления был. А затем девятый день написано с девятого на десятый Тиширей. День особенный, день, когда написано в Библии смирение, покаяние. Это тот самый день, который еще называется оригинальным языком еврейском. Называется Йом-Кипур. День трубы, день трубы, день шафаров. Йом-Труа называется. День шафаров. Ну, все, наверное, слышали, да, шафаров? Барань и роб такой. Ага, труба. Значит, и он объявляет начало царствования, начало царствования, приход царя. это очень красиво, обычно, красиво, прям. Значит, и с 9 до 10 совершается библейское праздничество, вот это вот как раз покаяние, день искупления, Йом-Кипур. И вот на день искупления раз в году, раз в году, об этом написано в Библии, только лишь раз в году, именно на этот день, как раз, первосвященник заходил во святое святых Иерусалимского храма. Это как вот алтар, допустим, значит, туда, куда он не мог зайти в другой день, в другие дни какие-то, в другие месяцы. Нет, только лишь раз в году именно в это время он заходил. Значит, и вот скоро уже наступит это время. Но сейчас храма нет такого, ну, из камня, но храм Божий есть, да? Знаете? Из посланий Коринфянам мы знаем, да? Третья глава, первая послания Коринфянам, 3.16. Есть 1 Иоанна, извиняюсь, Евангелие от Иоанна, 3.16, знаменитая, да? Мы называем золотым стихом это Библия всей вообще. А есть 1 Коринфянам, 3.16. Его обычно богословы называют золотым стихом Экклезиологии, Учения Церкви. Там написано, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Вот. И когда у Матфея записано, что родился когда Иисус, то исполнилось пророчество, которое говорит, что Эммануил, Эммануэль, Эммануил, Эммануэль, перевод сенадальный не очень точный, к сожалению, он даже совсем не точно по разным причинам. Я сам пользуюсь таким же переводом сенадальным чаще всего, но всегда, как говорится, доверяю, но проверяю. Любой перевод есть перевод. Поэтому, значит, проверяю все время греческий текст или греческий текст. Так вот, и тем более сейчас в детском компьютеризации сейчас это совсем не проблема. так вот, и Эммануэль, Эммануил переводится не с нами Бог, переводится в нас Бог. Просто переводчики синодальные, как и многие другие переводчики на другие языки, боялись не одно столетие, боялись буквального перевода этого текста. Их пугало, многих переводчиков пугало буквальное значение этого текста. Если с нами Бог, допустим, с нами, да, по-еврейски это не Эммануэль, это Этамуэль. Даже не нужно знать сильно еврей, чтобы любое словарь, откройте, еврей-то, русские словарь, написано Этамуэль, это с нами. Вот, как на еврейте вода, вода, Маим, Маим. Очень красивое слово. Небеса на еврейте, Ша Маим, Ша Маим. Вот молитва Отче наш, да, Отче наш, сущий на небесах, Отец наш, сущий на небесах, живущий на небесах. Многие молитвы еврейские, они так и звучали, Авину Малкейну Шеба Шамаим, то есть, Отец наш, который живет на небесах. Вот, Шамаим, это имя воды, то есть, Бог, дающий воду нам, на землю. Потому что без воды вообще не в жизни вообще. Вот, сейчас уже даже, политики уже даже за голову пытаются, что в прошлом веке за них дрались в этом веке уже за воду будем драться. Потому что без воды нет жизни вообще. Вот, и Бог из воды дал жизнь. Так вот, и первый мир как бы у вас нарисован, вообще вообще нарисован, напоминание всем грешникам, был потоплен водой. Да, и, так вот, и что еще скажу, мои. Вот, когда со мной вода, она в бутылке, допустим, возле меня, допустим, на кафедре, это этама называется, этама, этама, она рядом со мной, она вот возле меня, я в руках лежу, это этама. Но если я выпью ее, все, я не могу говорить, что это этама. Это еще этама. А вот это, что выпил, это же эману. На иврите это эману звучит. Эману, это значит, в нас, и не просто в нас, она растворена в нас, стала частью нас. Но как можно съесть Бога? Как можно, вот, эману Эль, эману Эль, это в нас Бог. Как ты можешь съесть Бога? Кто не ест Бога, тот не вообще, не его даже вообще. То есть, действительно, чтобы он растворился в нас, как живая вода, как хлеб. Вот мы открываем слово, вникаем в него, молимся, общаемся, оно становится для нас, вот это живым словом, и мы им питаемся, и он в нас. Когда Бог с нами, можно делать, что угодно. Люди говорят с нами Бог, и делают порой такие вещи, что упаси Господь. Но если Бог в нас, ты уже не можешь делать, что хочешь сам. Делать то, что Бог хочет. Вот, и тогда поносишь плод. Когда рядом вода, это хорошо, орошает все это, хорошо освежает, но даже вода внутри, вода, да, и влече не будет вода, ничего. Так вот, братья и сестры, то же самое в аптизу, греческое слово, уже не еврейское, греческое слово, баптизу. Баптизу, обычно переводим, мы, кстати, тоже поток, тоже образ, из крещения, как раз, интересно. Вот, и, ну, не вас учите, вы же сами баптисты, да? что такое баптизу? А что такое? Крещеный водой. да. Да, крещеный водой, то есть, как бы, крещеный поведет, крещеный поведет, да, можно сказать, да, баптизу, да, но баптизу, само слово, означает именно погруженный, туда, погруженный в него. и, ну, оказывается, тоже, я стал словари проверять, оказывается, баптизу очень похожа тоже на вот эту вот, Эмману Этану, есть разные варианты этого баптизу, оказывается, во времена, то есть, вот сейчас, допустим, в современном греческом словаре, вот, баптизу, это окунуться, погрузиться, вот, да, вот, допустим, выгнули, вытащили, вот это баптизу, но, самое интересное, древние греческие слова, открываем, там другое значение есть еще. И оказывается, оно означает погрузиться и не выгружаться. Там и остаться. И пропитаться всем этим. И оказывается, еще в словарях есть. Оказывается, еще лет за 200, за 300 до Иисуса Христа, до нашей эры, мы говорим, слово баптизу греками уже употреблялось. То есть, это не апостолы, буду говорить, это слово. Они взяли уже слово, которое уже использовалось. Так вот. И как же оно использовалось? В литературе древнегреческой за 200 еще лет до нашей эры, оно, и даже больше, чем за 200 лет, упоминается в описании кулинарных рецептов. Первое его использование, первое значение, баптизу, описание кулинарных рецептов, соление огурцов. Все любят эти соленые огурчики? Соленые огурчики, значит, чем они отличаются от своих собратьев по грядке, которые остались на грядке? Очень сильно отличаются. Их сорвали, во-первых. Да, им это было больно, я так понимаю. Но, потом, их поместили в совсем другую среду. Вот, почему Библия говорит, там, имейте соль в себе. Да, значит, не просто рядышком, да, а в себе имейте. Пропитайте сюда соль. Оказывается, баптистские огурцы, чем отличаются от обычных огурцов? Баптистские огурцы, ну, по-гречески я скажу, баптистские огурцы. Баптистские огурцы, это те огурцы, которые их не просто сорвали с грядки, поместили их в рассол, и они там не скисли, они там не расклёкнулись, они там не испортились, они там просолились. Не в обиду будет сказано, но некоторые хозяйки не умеют готовить, хорошо, значит, и там как бы и открываешь банку порой с огурцами, и выкинешь, не выкинешь, вроде жалко продукт, но как бы и есть без особого удовольствия, хоть еще дополнительно соли, или что с ним делать вообще. Вот. А другие из хозяюшки, которые так хорошо готовились, что там и перчики всякие, и всякие там эти травки, всякие там и соли не поживили, и всего. И эти огурчики, они хрустят, они такие прямо и душистые все, да, значит, вот. И вот Господь хочет, чтобы мы были пропитыми, мы были достаточно баптистами. Вот вам батюшка приехал, чтобы вам случиться. Будьте достаточно баптистами. Да. Чтобы мы были достаточно баптистами. Таким огурчиком, которые пропитались полностью всеми этими ингредиентами, Божьими, Божьим словом, которые, чтобы мы были душистыми, хрустящими, а не такими, чтобы Господь взял, открыл нас, достал эти огурцы, ну, вроде выбросить, не выбросишь уже, вроде как бы сорно с грядки, вроде как бы, значит, ну, что с ними делать? Ну, ну, пусть постоят где-то там, в стороночке, значит, ну, как бы, как бы так вот, с краешком где-то. Но пусть наша жизнь будет такая, чтобы Господь нас достал на огурчики, сказал, о, вот это хорошее, это нужно на стол поставить, прямо вот, прямо на видное место, прямо пусть все радуются и смотрят, и нюхают, и кушают. Вот и пусть Господь лагоставит нас. И Бог все для того, чтобы приготовил. Что он все приготовил? Он отдал своего Сына, который пришел в этот мир, который исполнил древнее прочество. И не просто «Этамуэль», а именно «Эмануэль». Именно «Эмануэль». И пусть переводчики многие боялись, не одно столетие боялись буквально переводить «Эмануэль». Ничего, мы ему это простим. Боязнь это понятно, потому что, знаете ли, одно дело, когда Бог где-то там на небесах, одно дело, когда Бог где-то рядом даже. Одно дело, когда Бог близко очень, но другое дело, когда Бог к тебе. Это совсем другое. Это совсем иное. И Господь хочет не просто посидеться рядом с нами, не просто среди нас, об этом тоже говорят пороки, но Он хочет жить в нас ведущих. Вот это самая великая ценность. И это стало возможным сегодня всем, и евреям, и не евреям, абсолютно всем, благодаря Иисусу Христу, благодаря жертве Иисуса Христа. Как тогда, в те времена исхода, во времена, как мы говорим от Ветхого Завета, Моисей тогда был спасителем для своего поколения людей. Он, те, кто поверили Богу, кто поверили Моисею, как его посланнику, как его рабу, как именно пророку, и пошли за Моисеем, и просто поверили и оставили все себя там на печке лежать. Нет, они, как тот сын блудный, возле свиного корыта уже, философствовал бы, допустим, и говорил, вот я встану, пройду к отцу моему там, и так бы и умер бы там возле корыта этого. Никто бы о нем не вспомнил бы. Но он не просто философствовал там возле свиного корыта, а он встал действительно и пошел к отцу своему. И действительно он был прощен. И Бог действительно его простил. Это очень добрый пример, хороший пример. Вот, и слава Богу за все. И Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Со своей стороны я еще хочу попросить вас тоже, братья и сестры, молитесь о служении в нашем реформатовском православном служении, потому как с самого 96-го года я это говорю в программе «Угол» Саша Шевченко, тогда еще мы были с ним помоложе, очень, чуть. Значит, и программа такая есть, кому интересно, посмотрите программу там в интернете и инстанте. Это еще 98-го, 99-го года. Значит, и программа «Угол» я вам рассказывал. Но сейчас я еще более актуально все вижу, что моя мечта, у меня есть мечта тоже, как вот Мартин Лютер Кинг однажды говорил, у него есть пробовка такая, баптистский пастор, кстати, баптист, чернокожий пастор, один из величайших американцев нашего времени, Мартин Лютер Кинг. Вот, и одна из его самых известных пробований, я был в его родной церкви, там, в Атланте, в Джорджии, был в музее Мартин Лютер Кинг Лютер Кинг, был на мероприятии, посвященные его памяти, вот, видел братья, которые, стариков, которые знали его, которые были в команде, его там, поддерживали его руки, вот, молились вместе с ним, там, в этой церквушке, там сейчас круглосутишная, как бы, такая молитва, и там все время звучит его голос, там включена, как бы, такая, запись, его разные проповеди звучат, в этой церквушке, вот, а сама церковь собирается уже в большом здании, там уже, и черные, и белые, разные люди там, все вместе, молятся и Богу, и вы знаете, и вот эта пробовая знаменитая в городе Вашингтоне, когда он сказал, она звучала, у меня есть мечта, у меня есть мечта, и он говорил об этом много раз, и поэтому многие даже люди не запомнили все пробовать, но вот это запомнили точно, у меня есть мечта, вот, и, но слава Богу, что он не был таким, знаете ли, как вот Гоголь описывал в «Мёртвых душах», как он в переписках с друзьями писал, что он хотел в этой книге по замыслу авторства своему описать, описать главные пороки человеческого сердца, души, без креста, невозрожденного сердца, вот, и ему удалось по тех образах основные пороки описать как раз человеческого рода, но его мечтой была дальше книга другая, живые души, но эта книга уже есть, это книга Евангелия, она действительно, и он дальше пишет там своим друзьям, переписка с друзьями, Бог и пишет, что не будьте мёртвыми, но будьте живыми душами, вот, потому что это только, лишь возможно, обо Христе Иисусе, дальше он пишет, и через Евангелие, живые книги, и вы знаете, друзья, так вот, и один из пороков человеческого сердца, Маниловщина, может, у него так называемая, да, помните, да, этого персонажа, он вроде не такой же плохой, по сравнению с другими, там, ну, с Плюшкиным, там, с другими, там, он вроде нормально выглядит, так как бы, даже, скажем так, ну, как бы так, свой парень, но, с другой стороны, это, по сути, даже, из черновиков, Гоголя, очень сильно видно, что как раз, описывая этому человеку, он описал самое главное уродство человеческого сердца, вот как на Руси говорят, да, лень, матушка, даже красиво ее говорят, матушка, не просто там она мачеха, да, лень мачеха, нет, лень матушка, говорят, еще говорят, прежде нас родилась, знаете, как бы, ну, это, ложь, которую дьявол уже не одно поколение славян обманывает, значит, но, и, но, с другой стороны, он должен знать, что, маниловщина, это антихристианство, это, скажем так, прямая противоположность тому, что открывает на ней Мангелие, и Христос, это философствование, и неделание, великое неделание, великое безделье, но, лишь побеждающие наследует все, лишь лукавый и ленивый раб, вот такой манилов, это, самая, ну, скажем так, серьезная диспредитация Царства Божьего, вот, такого Господь никогда, и не примет, и не похвалит, наоборот, он берет на то, что у него есть еще даже, вот, как было сказано уже здесь, но, кого он похвалит, кто верный, раб, кто, действительно, слуга Господня, кто, действительно, есть его дитер, а кто, как вот, знаете ли, вот, как дети, разные бывают дети, да, но, нам радостно, когда дети похожи на нас, и нашему Богу радостно, когда его дети ходят в истине, потому, что для любого, отца, я был, в последний раз в Грузии, у нас там церковь, в Рустаме, в Сараване, вот, это наши братья, грудница, уже реформаторская православная церковь, Христа Спасителя, Грузии, и, и там мне показали одно, мы проезжали, одно селение, и там одна богатая очень семья, живет, и вы знаете, у них большой горе, у них один сын, они все в него вкладывали, не жалили ничего, у него там, своя машина, все это, ну, как бы такой, такой очень крутой парень был, и вы знаете, что этот парень помил, и там построили мемориал, там, значит, там, увековечили его имя, как бы, значит, там, как бы, бахта такая, люди дежурят за деньги, там, значит, там все прибирают постоянно, там все время, там, угощают всех, то есть, они тратят большие деньги на память своего сына, но, знаете ли, у них там самый большой дом, это целый дворец, знаете ли, там, значит, у них охрана своя, там, там, сотни прислуг, там, земли свои, все, но, но, Зураб сказал так, мы ехали просто вместе с ним, Зураб сказал, что, вот, это вот, семья ныне, вот они пожилые уже люди, ну, наверное, самые несчастные, вернее, из самых несчастных по всей Гумии, вот, при всем богатстве своем, знаете ли, но, с другой стороны, даже если бедная семья, мама и папа если бедны, концы с концами и не сходят, но если их сын, он радует их, если он ходит в истине, для отца и матери, это большая радость, для нашего небесного отца, также, самая большая радость, когда его дети ходят в истине, когда его дети, не просто такие, ни богу, свечка, ни черного черта, вот, ни рыба, ни мясо, вот, огурцы вроде как бы, в каком-то рассоле, но вроде, какой-то помойки непонятной, пропитываются, не поймите, чем, вот, а когда его дети, его как огурчику пропитываются хорошей солью, пропитываются Божьим Словом, пропитываются Его благодатью, Его истиной, слава Богу, и пусть Господь благословит нас, и пусть взярая на нас, Он радуется, а детям Своим, Отец наш, Бог и Царь, благостовенный во веки веков, благодарю Тебя за Твою любовь. Ты отдал сыпь от своего возлюбив мир Иисуса Христа на распятие, на Голгофу, на крест. И кровь Сына Твоего, Иисуса Христа, омывает нас от всякого греха. Боже всемогущий, благостови нас. Пусть, Господь, пусть сегодняшний этот день, праздник жатвы, он будет нам напоминанием о кончине нашей, о кончине века всего, о кончине мира, о суде Твоем, о праведности. Боже Святой, благостови нас. Благостови нас, проносить много плода, не быть ленивыми и лукавыми рабами. Избави нас, Господь, от всякой духовной религиозной маниловщины. Помоги нам, Господь, Боже, быть добрыми и верными рабами Твоими, Господь, верными Твоими детьми, ходящими в истине, послушными, любящими Тебя и друг друга. Благостови нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть Господь благостовит всех. Благостови нас, Господь.